Вправо, влево, вниз его можно опустить, и она у вас разбухнет. Бутылку полтора лидров воды вы сюда не нальете. Друзья, всем привет! С вами Константин. Можно купить смеситель за 600 рублей и затопить соседей, а можно за 140 тысяч рублей и остаться абсолютно без денег. Нам с вами нужно что-то среднее, так сказать, золотую середину. Поэтому сегодня мы выбираем идеальный смеситель на вашу кухню. По основным критериям. Первый критерий. Расположение и способ установки. Второй. Управление. Третье. Габариты, форма и конструкция. Четвертое. Материал изготовления. Покрытие, корпус и запорный клапан. Пятое. Необходимые дополнительные функции. Шестое. Дизайн. Седьмое. Цена. И восьмое. Я разберу идеальный смеситель на примере вот этого, на мой взгляд. А вы напишите в комментариях, понравилось вам или нет. И, кстати, друзья, кто хочет эти смесители уже увидеть в работах, да, на кухонных гарнитурах, то, бам, ссылочка на мой инстаграм. Там вся эта информация есть. И помимо нее, там еще много полезной инфы, которая вам поможет заказать идеальную кухню в 2020 году. Ну что, присаживаемся поудобнее и выбираем смеситель для вашей идеальной кухни. Поехали. Первый критерий выбора – это расположение смесителя. Первый вариант – установка на мойке. Второй – установка на столешнице. И третий – на стене. Выбор конкретного способа зависит от технических особенностей вашей мойки и столешницы. Здесь самое главное понимать, что есть специальные мойки с платформой под установку смесителя. Вот такие варианты. А есть мойки подстольного монтажа или заподлицо, где смеситель устанавливается на столешницу. 90% всех столешниц в России установлено из логостойков ДСП, покрытым пластиком HPL и BCPL. Я не рекомендую устанавливать смеситель в такую столешницу. Это очень глупо, потому что она у вас разбухнет. Даже если вода не проникнет через уплотительную шайбу сверху, то течь смесителя может дать внутри самой толщины столешницы, и она у вас все равно разбухнет. Смеситель в столешницу можно устанавливать только в том варианте, в том случае, если ваша столешница сделана из абсолютно влагостойкого материала, такого как кварц, керамика, акрил, компакт-ламинат и так далее. И третий вариант установки смесителя – на стену. Да, очень оригинально смотрится, но такой вариант инсталляции лучше оставить в ванной комнате, друзья. Как говорит всему, свое место. Второй критерий выбора смесителя – это тип управления. Существует их три вида. Первый – двухвентильные смесители, вторый – однорычажные и третий – сенсорные. Первый – традиционный вариант, в котором у нас два вентиля по бокам излива. И для того, чтобы впустить в воду и отрегулировать ее температуру, нам нужно использовать две руки. Это не всегда удобно. И эти смесители появились первые на рынке. И в данный момент целесообразность их используется только в том, чтобы подчеркнуть какой-то классический дизайн интерьера на вашей кухне. Причем и отделка смесителя должна быть у этого вентиля. Бронзовая, медная или золотая. В остальном, по всем параметрам, в том числе удобства и управления, лучше такие вот однорычажные смесители. Это второй тип смесителей. Потому что управлять им можно с помощью пальца, руки, локтя, обратной стороны руки. Это очень актуально при готовке на вашей кухне. И третий вариант смесителей – сенсорный смеситель или бесконтактный, где за подачу воды отвечает фотоэлемент, а за ее температуру, термостат, дисплей, либо специальный рычажок справа. Этот вариант точно не для кухни, а для торгового центра. Потому что каждый из вас знает, что при готовке на кухне нам нужна постоянно разная температура воды. Морковку мы помоем теплой водой, в чайник нальем холодную, посуду моем горячей. И постоянно менять температуру на этом дисплее – это очень глупо. Третий критерий – это габариты и формы смесителя. Подбирая смеситель на вашу кухню, нужно ориентироваться на габариты и глубину вашей мойки. Если смеситель будет не очень высокий, то вам будет неудобно мыть крупногабаритную посуду. Также нужно понимать, что чрезмерная высота смесителя приведет к тому, что вся вода будет разбрызгаться под всей столешницу. Сейчас я вам покажу все это наглядно. Все мойки сейчас на рынке примерно глубины 190-200 мм. Вот такой низкий излив, не очень удобен, потому что здесь не намоешь горку посуды. И даже элементарно возникнуть проблемы налить полтора литровую бутылку с водой. Поэтому все смесители сейчас два в одном, идут вот такие высокие. Примерная оптимальная высота смесителя – это 40-50 см. У меня смеситель здесь высота 46 см. Вот 40 см в принципе вообще оптимальна. 46 см тоже нормальная, если глубина мойки 200 мм. Струя воды должна попадать в центр раковины. Лучше, когда она попадает в слив воды. Меньше брызг у нас летит в разные стороны. Идеально вообще, когда регулируется излив. Право-влево, ниже-выше. Но вывод такой, что высокий излив всегда более функционален и удобен, чем низкий, о котором я сегодня вам рассказывал и показал. Четвертый очень важный критерий – это материал смесителя и технологии его покрытия. 90% всех смесителей на рынке делаются из нержавейки и латуни. Есть еще керамика, но цена очень высокая, поэтому не актуальна. Остальные варианты – силумин, цинк алюминий сплав, пластик – это полный шлак. Сразу хочу сказать, что нержавейка и латунь – это отличный материал для производства смесителей. Но что же нам все-таки выбрать? Если брать идеальные условия и перед нами настоящая нержавейка, то, конечно же, она более выносливая. То есть это более прочный материал и он лучше противостоит термическим и механическим перегрузкам. Латунь – тоже отличный материал, он более пластичный. И, в принципе, его прочности тоже хватает для изготовления сантехнического оборудования. Перейдем теперь к финишным покрытиям смесителей. Первое – хромникелевое. Самое распространенное покрытие для смесителей. Единственный недостаток – то, что оно всегда в пятнах и разводах от воды. Второе – хромцветное покрытие. Бронзо, античный медь, серебро, золото. Третье – сатин, матовый, хром. Матовая поверхность серебристого цвета – отличный вариант. Лучше хрома в плане того, что не видно пятна, но уже не так эффектно смотрится. Четвертый вид топового покрытия – это ПВД и ОРБ. Первое – декоративные покрытия на смесители. ПВД переводится как Physical Vapor Deposition – это многослойное покрытие, которое наносят с помощью пара. Как правило, смесители премиум класса ОРБ оттенок про масляный бронзу дают. Мне особенно нравится вороненая сталь. Очень круто смотрится. Единственный недостаток этого покрытия – просто очень высокая цена на эти смесители. Пятый вид покрытия – порошковая покраска. В отличие от ПВД покрытия, оно не очень хорошо устойчиво к механическим повреждениям, а особенно и стиранию. И где вы постоянно контактируете рукой, всего скорее эта краска сотрется. Поэтому очень часто можно видеть на таких смесителей рукоятку хромированную. Шестой вариант – это полированная сталь. Вот она реальная пушка. Никаких дополнительных слоев, только полировка стали специальными алмазными щетками. И седьмое и заключительное – это композитные покрытия. Как правило, это напыление жидкого гранита. Особенно классно смотрится, когда и смеситель, и кухонная мойка из одной коллекции. Но имейте в виду, друзья, если вы будете дубасить по этому смесителю кастрюлями, то у вас это композитное покрытие от кольц, как у меня на образце. Кто-то чем-то ударил. Запорная арматура. Практически везде это керамический картридж. Другого вы просто не найдете. Пятый критерий – это необходимые дополнительные функции на нашем смесителе. Первый – аэратор. Вот это пластиковая штучка, которая наполняет, насыщает нашу воду кислородом. Мало кто знает, но, во-первых, она препятствует паданию мелких твердых частиц в воду. Во-вторых, вода насыщается кислородом, и из нее быстрее испаряется хлор. И помимо того, что хлор у нас обеззараживает воду, для организма ничего полезного он нам не приносит. В-третьих, мягкая вода получается за счет того, что она наполняется кислородом, и она так сильно не летает нам в лицо, да, от дна кухонной мойки. И последняя полезная вещь от аэрации – то, что уменьшается объем воды. Вот та самая экономия. Маленькая пластиковая штука, но столько полезных у нее свойств различных. Вторая дополнительная функция – это выдвижной излив или кран-душ. Это очень популярная опция в последнее время. Возможность менять расстояние и направление струи воды – это круто. Особенно актуально, если у вас две чаши мойки. Мыть овощи, наполнять кастрюлю без проблем. Короче говоря, хозяйки обычно в восторге от этого девайса. Третья дополнительная функция – это гибкий излив. Друзья, вот он. В конце видео я вам продемонстрирую смеситель с этой функцией. Все подробно расскажу. Четвертая очень важная функция – это система фильтрации воды, встроен сам смеситель. Я считаю, что это самый топ вообще. Потому что она, во-первых, нам позволяет избавиться от этого колхозного крантика дополнительного, который ужасно смотрится. Второе – сделать эстетику красивую на нашей кухонной мойке. Третье – не делать дыру в мойке или столешнице. И последнее – освободить место. Дополнительный кран также съедает рабочее пространство на нашей столешнице или на нашей мойке. И пятая, еще одна прикольная функция – это складной смеситель. Вытащили его, положили, либо сложили, окошечек спокойно открыли. Ну и, конечно же, бесполезные функции я тоже сейчас перечислю. Во-первых, это сенсорный бесконтактный смеситель. Я выше про них говорил. Второе – это подсветка струи воды. Для чего она? Я тоже не понимаю. Третье – это термостат и регулировка этими датчиками, кнопочками температуры воды. И последнее – это контроль расхода воды. Там 100, 150 грамм, 200 грамм на числе. В общем, я считаю, что это на смеситель вообще в принципе не надо. Так просто понты какие-то. Пятое – дизайн. Друзья, если вы абсолютно не разбираетесь в дизайне, то мой лайфхак вам – купить и кухонную мойку, и смеситель из одной коллекции одного производителя. Это вам гарантирует точное попадание и по стилистике, и по техническим характеристикам. Не надо добавлять свою изюминку. Этих колхозных кухон уже тысячи тысяч у нас в России стоит. Производитель сантехники тратит миллионы долларов на разработку дизайнов и подбор коллекции к своим моделям моек, смесителей. И очень все это органично, красиво вписывается в интерьер. Вот основное. Ну, иногда еще есть такое негласное правило – выбирать по чертаниям смеситель с мойкой. Округлая форма, округлый смеситель, округлая мойка. То же самое, прямоугольный смеситель, да, какой-то угловатый с прямоугольной мойкой. Да, есть, но лучше всего одну коллекцию. Один смеситель коллекции, одна мойка. Это самое идеальное, что можно вообще придумать по дизайну. В седьмом-восьмом пункте я разберу сразу цену. И идеальный смеситель, на мой взгляд, на примере вот этого девайса. Я объясню, какие функции должны быть у современного смесителя 2020 года. Разобью все смесители на три категории. Первый – это дно рынка, 600 рублей, не рекомендуется для покупки. Очень низкокачественный смеситель, как правило, делается из силумина. Вторая ценовая категория – 5000-6000 рублей. Это хороший уже смеситель, но без фильтрации воды. И оптимальный вариант в районе 9-10 тысяч рублей. Этот смеситель может быть с фильтрацией водой. Также может быть, если более дешевого бренда, с гибким шлангом. У меня в руках смеситель стоимостью 20 тысяч рублей. Это настоящий немец из нержавейки. Сейчас я вам скажу про его особенности и какой функционал должен быть у смесителя современного. Первое. Самое важное, друзья, у хорошего смесителя обязательно должна быть хорошая упаковочка. Второе. Вес смесителя. Качественные смесители, как правило, тяжелые из-за толщины используемых материалов. Вот у меня в руках смеситель весом 2,7 кг, друзья. Почти 3 кг. Нержавейка. Третий показатель качества – это плавность движения вот этого крана. Не должно быть никаких рывков, только легкое усилие. Все очень приятно. Никаких посторонних звуков. Все это очень тактильно ощущается. Попробуйте, не переживайте, да, когда вы выбираете смеситель, насколько вам приятно пользоваться вот этим краном. Потому что пользоваться вам придется им каждый день и очень по много раз. Вот так вот должно все ходить. Идеально, без звуков. Четвертый важный момент – управление. Где удобнее, когда находится? Справа, слева, либо спереди? Вообще идеально, чтобы было вот такой многофункционал, как у меня в руках. Здесь управление можно перемещать куда угодно. Хотите его вперед поставьте, управление, да? Носик переместите, у вас все будет вот так вот. Хотите сбоку? Без проблем, как удобно. Но на самом деле управление справа и слева, оно в любом случае удобно. Потому что у вас всегда сухая рука и при эксплуатации вы не будете мочить сам смеситель. Он у вас будет чище и дольше вам прослужит. Без всяких пятен, звездкового налета и так далее. Пятый – наличие аэратора. Я уже говорил, вот это пластиковая вставочка здесь. Шестая особенность крутая этого смесителя – это гнущийся шланг. Вправо, влево, вниз его можно опустить. Еще есть вариант такого же смесителя. Здесь резиновый шланг. Он вставляется сюда, специальный фиксатор удерживает. Но это более дешевый аналог. Этот дороже смеситель стоит. Седьмая особенность современного смесителя 2020 года – это, конечно же, наличие системы фильтрации воды. Как на этом смесителе отдельный кран стоит и регулятор. Тоже все плавненько поворачивается, без звука. Это очень классно. Восьмая особенность этого смесителя – это покрытие сатин. Здесь уже ничего не исцарапается, потому что все уже в полосочках таких. Матовый сатин. Круто смотрится. И об него даже можно постучать кастрюлями. Здесь у нас ничего не отколется. И последняя функция – это кнопка переключения душ. Чтобы, допустим, помыть голову, если вы захотите. Ну и, конечно же, гарантия 5 лет. Это показатель высокого качества смесителей. Ну что, друзья, наше видео подошло к концу. Я жду от вас комментариев, какие вы еще знаете инновационные материалы, покрытие смесителей. Какие-нибудь дополнительные функции, необходимые, которыми вы постоянно пользуетесь. И вам это удобно делать. Пишите. Все обсудим. Ну а с вами был, как всегда, Константин. До скорой встречи в новом познавательном видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok